С вами Игорь Нанакин, заместитель главного редактора портала «Мигрант Медиа». Прошлые наши встречи были посвящены ситуации с правами человека в бывших республиках Советского Союза. Я говорил о Средней Азии. Как оказалось, эта тема интересует очень многих жителей бывших республик. И ваши обращения, ваши реакции на нашем сайте говорят, что не только для Средней Азии это актуально. Очень много обращений поступило из Украины. Украина – это моя любовь и моя боль. У меня очень много родней там. До сих пор живут мои друзья, и я с ними не поссорился. Хотя, вы, наверное, знаете, что в свете последних событий многие россияне и украинцы, даже родственники, разорвали отношения. И люди спрашивают, могут ли они рассчитывать на то, что они получат защиту и убежище в демократических странах, в частности в Соединенных Штатах. Не будем скрывать, не будем лицемерить события, которые происходили в 2014 году на Майдане. Все демократически настроенные люди встретили, скажем так, положительно. Все ожидали, что ушел коррупционный, коррумпированный режим Януковича, и теперь людям станет жить легче. Они вздохнут, они избавятся от давления, от внешнего давления авторитарного режима России. Но практика показывает, что это не совсем так. Многие, кстати, очень многие, которые хотели бы уехать из Украины и получить убежище в другой стране, они просто опасаются того, что правительство Соединенных Штатов не посчитает Украину тем государством, где люди нуждаются в убежище. Якобы все хорошо, все демократично, живите и не дергайтесь. На самом деле, в общем-то, это не так. Последние годы показывают, что на Украине происходит многочисленное злоупотребление. Под угрозой находится самое базовое право. Право на жизнь. Право на свободу слова. Право на свободу собраний. Право на труд. Право на социальное обеспечение. И даже на пенсионное обеспечение. Все это находится под угрозой, все это ущемляется. Наверное, я не открою ни для кого секрет, что в Украине происходит явление, параллели которым были, наверное, только в Латинской Америке, где правительство создавали эскадроны смерти. Я общаюсь со своими друзьями оттуда, я смотрю ролики, я читаю прессу. И я вижу, что люди, которые имеют оружие, которые поучаствовали в так называемом АТО, сейчас это ООО, операции объединенных сил, то бишь в подавлении вооруженных формирований на Донбассе, они создают отряды, и им закон не писан. Они делают практически все, что хотят. И государственные власти практически никак не реагируют. То есть националисты могут собраться под зданием суда, где судят какого-то их товарища, который совершил разбойное нападение, и требуют, чтобы суд его отпустил. И суд его отпускает. Я видел видеоролик, где под стенами Рады кидались боевыми гранатами. То есть на жизнь каждого человека на Украине находится под угрозой. И это утверждение, опять-таки, не голословное. Все, наверное, помнят, все украинцы помнят, что были реальные жертвы. Например, погиб Олесь Бузина, известный украинский журналист, мой коллега, которого я очень уважал. К сожалению, он погиб от рук людей, которые посчитали, что им все позволено. Есть у людей, наверное, под воздействием государственных средств массовой информации, сложилось ощущение того, что на Украине существует свобода слова. Увы, это не так. Никакой информации в средствах массовой информации Украины о точке зрения, не похожей на государственную, вы не найдете. Запрещаются российские телеканалы, которые говорят свое. Ну, может быть, они запрещаются. Может быть, они тоже лгут. Я даже уверен, что они лгут. Но, тем не менее, сам по себе запрет на высказывание мнения уже говорит об отсутствии демократии. Получить возможность говорить на украинском канале то, что ты думаешь, ну, это проблематично. Опять-таки, есть живые примеры, когда людей отлучали от эфира, когда им не позволяли печатать, как только они начинали говорить слова, которые не угодны тем, кто находится во власти. Сильно ущемлены права национальных меньшинств. Это тоже, наверное, тема навязала у всех на языке. И ущемлены права не только русскоязычных, которых нынешнее правительство Украины объявило чуть ли там не демонами, оккупантами, не шпионами государства-агрессора. Но ущемляются права вполне себе евросоюзных, европейских, этнических меньшинств в лице венгров в Закарпатье, румынов на Буковине, отчасти словаков. Я уже не говорю о том, что в том же Закарпатье существуют большие проблемы выражения своего мнения и отстаивания своих национальных интересов у карпатских русинов. Ущемлены права не только тех, кто является противником действующего режима. У нас были обращения из Украины. Я не буду сейчас называть фамилии этих людей. Был некий человек, которого назовем Богдан. Он верующий христианин, пятидесятник. Родом он из Западной Украины. По-моему, если я ничего не путаю, из Волынской области. Жена его из Восточной. Опять-таки, если я не перепутал, Харьковская область. Он жил и там, и там. Ни на Западной Украине, ни на Восточной он не получил спокойствия. Окружающее его население на Западе, по большей части униадское, на Восточной Украине, по большей части атеистическое, не разделяло, не позволяло свободно исповедовать ему свою религию. Он подвергался гонениям, его семья подвергалась гонениям и там, и здесь. Более того, государственные органы Украины в лице военкомов, в лице полиции, милиции, они просто посягали на его совесть. На Украине существует закон, который позволяет проходить альтернативную службу тем, кому по религиозным или идеологическим соображениям невозможно воевать, невозможно брать в руки оружие. Воспользоваться этим законом Богдану не дали. Его пытаются, вот уже достаточно длительное время, его пытались забрать в действующую армию, вручить в руки оружие, что для него, как для бакиста-пятидесятника, невозможно, равнозначно тому, что губит его бессмертную душу. К счастью, Богдан сейчас находится вне досягаемости этих людей. Он получил уже убежище в Соединенных Штатах. Но таких случаев не единичны, такого много. В Восточной Украине, вот, было обращение с Днепра. Женщина, ну, достаточно уже пожившая, и ее взрослая дочь проживали в Днепре. И там они, там настроение, нельзя сказать, что сильно проевропейские, нет. В этом городе очень много людей настроено против европейского выбора Украины, против действующего правительства. И там она подвергалась давлению и со стороны правого сектора, и со стороны националистически настроенных, ну, не националистически, наверное, а пророссийски настроенных своих сограждан. Опять-таки, найти защиту у украинского государства она не могла. При обращении в милицию, ну, сейчас она называется у вас полиция, с нее просто хотели сорвать деньги, взятку. Ну, что достаточно характерно для Украины. Еще обращение было, опять-таки, из тех же краев, очень близких к Донбассу. Молодой человек с семьей, вот, он поддерживал Майдан. То есть, он ездил на Майдан, он принимал участие в тех событиях. Он столкнулся с тем, что его соседи, вот, его коллеги, вот, ежедневно, ежечасно его ущемляли, его, ну, по-русски говоря, гнобили. Вот, у него были физические столкновения с соседями, которые были пророссийски настроенных. Вот, решить эту проблему, опять-таки, он не мог. Государство помогать ему отказалось. Ну, опять-таки, к счастью, человек тоже находится за пределами Украины. Я надеюсь, что у него все складывается хорошо. Поэтому, уважаемые друзья, уважаемые, любимые мои украинцы, у вас есть все основания для того, чтобы просить убежища в нормальной цивилизованной стране, которая способна вас защитить. Для этого нужно, ну, я не буду сейчас говорить о других альтернативных способах, о которых рассказывал Илья, и рассказывает Илья. Я скажу сейчас о том, что у нас, что наш портал и наша организация хорошо знают о просьбе в убежище. У вас есть возможности получать это убежище. Нужно правильно составить просьбу, нужно правильно написать кейс и подавать у вас есть большие шансы.